Приветствую вас! Чувствуется в вашем тексте, конечно, такой упадок сил, чувствуется в вашем тексте разочарованность жизнью и чувствуется в вашем тексте какое-то бессилие. Я не очень понимаю, для чего вам бороться с теми, кого вы считаете дегенератом. Вот. Я не очень понимаю, откуда вообще взялась такая оценка людей, как дегенерат и интеллектуал. Я не очень понимаю, для чего людям бороться друг с другом. Потому что указывает свой путь, указывает свое. И почему вы не можете найти свой путь для максимального раскрытия своих возможностей, на мой взгляд, большой вопрос. Вот. Я полагаю, что именно в этом направлении вам нужно действовать, а не в том, чтобы искать какие-то таблетки для того, чтобы ничем не отличаться от тех, кого вы принижаете сейчас. Вот. Так что, на мой взгляд, ответ вам может быть именно такой. Найти свой путь. Свою цель. Свои ценности. И дальше уже соответственно двигаться. Значит вы пишите, прожив какую-то часть жизни, заметил, что чем проще человек, тем счастливее. Это правда. Это правда. Потому что человеческий мир состоит из чувств. Человеческие отношения состоят из чувств. Вот. И, в общем-то, вряд ли можно говорить о том, что чрезмерное преобладание, допустим, интеллекта в отношениях, чрезмерное преобладание интеллектуальной составляющих в отношениях, вряд ли делает эти самые отношения лучше. Чаще всего это только вредит. Поэтому да, вы правы, но вы неверно интерпретировали. Зачем как-то анализировать, если можно послать? Нет. Вот здесь момент такой. Понимаете, не все простое решает проблемы. Посылы кого-либо, куда-либо, проблемы не решают. То есть это решение лишь только внешне. Это не решение проблемы глобального. И все. То есть вы не найдете ни одного человека, который решает проблемы посыланием кого-либо, куда-либо, счастливым. Вы не найдете ни одного человека счастливого с таким подходом. В планетарном масштабе варвары всегда выигрывали более цивилизованные народы. Нет, нет, не совсем так. Варвары, они подчиняли, они подчиняли те народы, которые были слабее. Но слабее народ не из-за цивилизации. Слабее народ именно из-за тех процессов, которые происходили внутри, внутри этих самых народов. То есть если мы, например, берем Римскую империю, то она распалась именно потому, что ослабли внутренние связи. И дело здесь связано не только с цивилизацией. Совсем не только с цивилизацией. У нас есть смысл. Я получал два высших образования, чтобы все равно уступить агрессивному жлобу, который еще кого-то не закончил. А в чем уступить? Который я все равно не смогу переорвать никак. А зачем кого-либо перекрикивать вообще? Зачем идти вперед, если дегенерат практически на всех фронтах побеждает интеллигента? Я думаю, что у вас очень интересное представление о жизненных ориентирах. Дело не в том, кто кого побеждает. Жизнь это не игра. Жизнь это не победа и поражение. А жизнь это куда более сложная штука. У каждого человека есть свой путь. И каждый человек по этому своему пути идет. И дело не в том, кто кого побеждает и где. Дело заключается именно в том, насколько вы осознаете... Насчет... Насколько вы осознаете... А... Насчет... А... Свой... Ориентир... А... А... Жизненного пути. Понимаете? Понимаете? Вот это, мне кажется, очень важно для вас. Ну, не только для вас, но вообще для людей. Вот, 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 вот примерно, так можно вам ответить. То есть, ваши проблемы проистекают именно из того, именно из того, что неверные, сформированные, сформулированные, неверно сформулированные ориентиры жизненные ваши. Вот. И, соответственно, проблема заключается в этом. Элементарная, может быть, проблема заключается в том, что если вы, условно говоря, организовали свою деятельность, своё обучение, не отталкиваясь от чувств своих, к примеру, а отталкиваясь от тех мыслей, которые у вас превалируют, то да, в этом случае вы всегда проиграете. Вы проиграете только потому, что вы играете. вы не идёте по, ну, по пути, который нравится вам, вы не идёте по пути, который откликается вам на уровне чувств, а вы идёте по некому другому пути. Интеллигент становится интеллигентом, является интеллигентом не для кого-то, а для себя, в первую очередь. Интеллигент является интеллигентом не для того, чтобы перекрикивать, как вы говорите, дегенератор. Хотя, дегенератор – это, как я уже сказал, немножечко некорректное название людей. Вот. А вы, получается, для этого. Вот. И задайте себе вопрос. Какой путь у вас? Спросите себя, для чего вы занимаетесь тем, чем занимаетесь. Обверьте себе на этот вопрос. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. А быдлом, конечно, стать мощно. Для этого достаточно просто иметь те же ценности, что и те люди, которые вы считаете быдлом. Вот. Но, в общем-то, и быдлом, в большинстве своём, далеко не счастливые люди, тех, кого принято называть быдлом. Потому что, уже давно известный факт, что люди счастливые никого не будут ни посылать, ни так далее. И я верю в то, я верю, я знаю, я верю в то, что вы счастливы. И свою задачу, как психолога, например, я вижу именно в том, чтобы помочь вам обрести это самое счастье, эту самую гармонию, вне зависимости от того, что вас окружает. И избавить вас от этого, ну, скажем так, ну, не знаю, синдрома, может быть, неправильно было бы сказать, симптомы этого желания воспринимать жизнь как игру. Вот. Потому что жизнь гораздо больше, чем игра. Вот так, я думаю, такой можно дать вам ответ. Я надеюсь, что это было для вас полезно. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Приятного аппетита. ПОДПИШИСЬ!